Да, вот люди говорят, что мне не нравится или я боюсь периода Раху или Сатурна, я бы это сравнил, знаете, с чем? Это как, ну, я не хочу идти на новую работу, мне не хочется идти в школу, я не хочу сдавать экзамен, это скучно, да. Поэтому в эти периоды просто человеку приходится больше работать над собой, вот и все. И они дают вот такую возможность. Но так как мы все, ну, как бы отчасти являемся ленивыми жопами, которые не хотят ничего делать, поэтому мы все ждем периодов Венеры и Луны, где можно творчески раскрыться, как-то эмоции новые получить, чтобы жизнь была похожа на праздник. Поэтому это уже вопрос менталитета, а не периодов. Периоды тут ни при чем, ничего плохого нету в этих периодах. И Раху, он на самом деле очень инновационный, очень технологичный, очень такой необычный период. И что я замечал, вот, то есть, когда вот у нас наступает период Раху, такое ощущение, как будто у человека в жизни наступает будущее. Вот оно не наступало, не наступало, и тут он сделал шаг в собственное будущее, в котором он лицом к лицу сталкивается со всем, чего он боялся, чего он хотел или не хотел. Все, чему он говорил, нет, не сейчас, я еще не готов. Все это наступает. Наконец, можно действовать, можно что-то делать. Наконец, все эти собранные проблемы в подсознании, что такое Раху, это подсознание, это наш внутренний трансформатор, который просыпается внутри нас, то есть, начинает происходить вот эта переработка, машина запускается, и все эти накопленные вещи начинают подниматься на уровень ума. Ой, да, я хотел это сделать, но боялся, вот, у меня сейчас там семья, надо бы, наверное, нам куда-то переехать, блин, вдруг сейчас уже и время уже вас не ждет. Оно просто вас начинает ускорять, потому что в периоды Раху ускорение куда мощнее происходит, чем в периоды Марса. И там происходит волшебный пинок под задницу, очень хороший. Дело в том, что Раху задает свой темп, если человек сопротивляется этому темпу, то здесь получается, как бы, из-за сопротивления, да, и происходит некий конфликт с реальностью. Во-первых, Раху позволяет человеку более тонко чувствовать то, что происходит вокруг. Как бы, можно сказать, еще больше пропускать это через себя. Почему? Потому что Раху – это лунный узел, и Раху обладает тоже лунной энергетикой. То есть, Луна – это наш ум, Раху – это наше подсознание, но все это связывается в нервную систему. Поэтому, как бы, человек становится более чувственным. И в этот момент, естественно, ну, знаете, так как все равно, что вот, когда вот питание меняешь, вот кто-то там не ел мясо, потом, или нет, кто-то кушал и перестал есть. У тебя органы чувств становятся как-то усилены. Ты начинаешь все ощущать. И обиду, и гнев, и злость. Вот, когда вот это… И вот сознание, оно тоже переключается на какую-то другую волну. Во-первых, Раху, он как-то может сразу несколько подключений делать. Вы как-то имеете больше охват в вашей деятельности, потому что Раху, он расширяет вас. У него есть такой элемент Сатурна, что-то делать в масштабе. То есть, через вас проходит большее количество людей за определенный период, чем какие-либо другие времена. Больше осознаний, больше мыслей, больше чувств, эмоций, конфликтов, естественно, тоже больше. Но это все может быть на начальных этапах. Как бы все зависит от человека, насколько быстро он осознает, куда ему эту энергию направлять. И, естественно, это его выбор, насколько долго он будет находиться в своем страхе. То есть, он может, наоборот, в Раху впасть в какую-то свою панику и благополучно в ней находиться. Множество лет ощущать, что его жизнь идет куда-то не туда. А на самом деле, Раху просто подсветил ему вот эту его внутреннюю иллюзию, в которую он сам же и попал, для того, чтобы просто пройти. И в итоге, Раху позволяет человеку избавиться от иллюзии. И на самом деле, в период Раху, человек начинает как бы понимать, в чем его жизнь была иллюзорна. Потому что все концепции, все ваши убеждения и суждения в периоды Раху будут разрушены. Это время нового поиска. Вам придется оставить все ваши прошлые выводы в этот период. И в том доме, в котором расположен Раху, стремительно происходит трансформация и рост. И если человек, в принципе, готов к новому, а Раху – это синоним слова «новое», то, конечно же, у него этот период проходит легко. Раху, он очень такой технологичный, информационный. И если люди, которые связаны с онлайн-бизнесом, у них в этот период самый большой взлет происходит. Любая там раскрутка рекламы, вот эти все вещи. То есть, ты на самом деле, как и в период Сатурна, прозреваешь. Просто как бы в Раху это происходит немножко в острой форме. И вот все эти вещи, которым ты не доверял, они прям в острой форме приходят и тебе показывают. Вот смотри, ты общался с вот этим человеком, а он вот какой. Вот тебе вот это вот нравилось в твоей работе, а вот посмотри, какая она на самом деле твоя работа. погрузись в это ощущение. То есть, получается, он как будто бы усилитель вкусов. Знаете, как вот есть подсластители, есть вот такие в Макдаке, да, вот эти вот всякие, дают соусы, картошки, которые такие химические, усиливающие. Поэтому Раху добавляет вкус к жизни, вот этих ощущений, и вы как бы через органы чувств более остро начинаете ощущать реальность. И первое, что вам хочется, это еще больше ощутить. То есть, оказывается, старый опыт был пресным. Я хочу больше ощущений, хочу нового. И в итоге вы начинаете свой поиск. И в рамках духовности, и отношений, и в рамках своего бизнеса. И это нормально. И я хотел бы также вам обязательно поделиться тем, что сейчас мы живем в период Раху в целом. Поэтому можно предположить, что сейчас периоды Раху не должны быть такими жесткими, потому что мы, в принципе, сталкиваемся с этим изо дня в день. Вот то, что наступило пандемия, и вот этот вирус, который возник из ниоткуда, вот это вот прямо в стиле Раху такие вещи. То, что это произошло глобально, и то, что это связано с какой-то перестройкой в работе, это больше связано связано с Сатурном, да, что касается бизнеса. А вот то, что это такой вирус, и что это такой дискомфорт, такой некий конфликт внутренний, да, вот это больше похоже на Раху. Он как бы вот именно так работает. И вот это развитие онлайн-бизнеса, технологий, это тоже Раху. По сути, Раху набрал сейчас свою силу. И когда он появился как период основной, ну, знаете, там был период Юпитера, барокко, да, где люди все такие были нравственные, там, эпоха возрождения, там, разговаривали на французском, там, все такое, да. Сейчас, то есть, получается, в 20 веке появились появились вот эти технологии, появились химические продукты, пластические операции, вот это вот все, что является ненатуральным, телевидение, интернет, все это Раху. С одной стороны, это как бы еще один вид иллюзии в нашей жизни. И это как бы уводит нас от себя, потому что сейчас многие говорят о том, насколько телевидение, интернет пагубно влияет на нас. и это вызывает огромную зависимость, ведь Раху это символ зависимости. И когда он возникает, проявляются все зависимости, которые были недоработаны. Человек там, не курил, не выпивал, ничего не употреблял, вдруг начинает на что-то подсаживаться, либо в еде, либо что-то как бы связанное с измененными состояниями сознания. но это не обязательно, что вы в Раху становитесь наркоманом и пьющим. Все зависит от его положения в карте. Суть в чем? В Раху хочется уйти в какое-то другое измерение. И человек выбирает, что это. Кто-то может выбрать йогу, кто-то может выбрать интернет и там постоянно находиться, кто-то выбирает наркотики. Но это абсолютно не значит то, что в Раху ты обязательно начинаешь что-то употреблять. И многие об этом пишут. просто хочу, чтобы вы основной смысл поняли. То есть нам хочется уходить в какое-то другое пространство. Некоторое здесь. То есть Раху это элемент иллюзии. И у нас происходит непринятие этого пространства, которое прямо сейчас у нас здесь. Да. Получается, что Раху вносит хаос. Раху это символ хаоса. Хаос разрушителен. Но хаос этот рахуанский он не приходит для того, чтобы навредить вам. А вместе с этим штормом, смерчем, торнадо уходит все ненужное. Все наши концепции, за которые мы держались, все наше непонимание себя, все наши страхи, все, что давало нам деградацию. Все эти вещи вылезают для того, чтобы уйти. Вот что вам нужно понять. Поэтому мы уже живем в период Раху, в период пластических операций, наркотиков, интернета, измененных состояний сознания, шизофрении, как самой встречающейся болезни. Сейчас практически у каждого четвертого человека из-за такой обстановки на планете проявляются психические заболевания. Вот. И как раз в этот период мы лучше можем познакомиться со своей психикой. Поэтому я считаю, что это самое крутое время, где ты можешь трансформировать свою жизнь буквально за один год. Если настроиться на работу, понять, какие у тебя зависимости и концепции, которые тебе мешали, то в период Раху, в первый же понимание жизни будет колоссальное. То есть это период, который самый крутой для трансформации. Это как будто ультра садесати. Что-то такое я бы это назвал. В Сатурн все нудно медленно развивается. Очень долго ждать результатов от Сатурна. Луна вообще не настроена на какую-то работу. Она больше вся настроена на взаимоотношения и семью. Марс просто знаете, имеет такие ограниченные и очень такие плоские цели в свои периоды. Там просто человек фигачит, так же как и в Сатурн. А вот Раху, понимаете, он настолько многогранен, то есть здесь и цели разные достигаются, ты себя понимаешь изнутри и тебе позволяют увидеть что-то тайное, то, что ты раньше не замечал. По-моему, это круто. И на самом деле в этот период я всегда людям говорю такую вещь. Мастер у нас, кстати, говорил не раз это выражение. Он говорит, слушайте, я благодарен вам, что вы мои ученики, вы двигаетесь в этих направлениях, которые вы избрали в своей жизни. Но у каждого возникает такой момент в жизни, когда ученику нужно нагуляться. Вам нужно нагуляться. Не держитесь за эти правила, медитации, знания. если вы чувствуете, что вы что-то не прожили как опыт, просто сделайте это. И потом вас по-настоящему потянет домой. И вы сможете вернуться к себе. Вот именно так можно и обозвать этот период. Время нагуляться. Время получить опыты. Не важно хорошие они или плохие. Время, когда нет правил, время, когда нет рамок. по сути это наше время. И оно по-своему красивое. Поэтому если вы пытаетесь за что-то держаться в это время, то этого не стоит делать. Да. Ну вот. Мне период раху дал столько хаоса и неприятностей, что я чуть не возненавидела саму себя. Ну и хорошо. Но период заканчивается и я пришла в астрологию и очень многое поняла про жизнь и про себя. Ну а как мы поймем, если не получим опыт? Мы что, хотим понимание без опыта получить? Так, очень хочу в эфир. У меня период раху, под период кету и сады сати есть что рассказать. Так, давайте, ну сейчас мы посмотрим. Раху с 18 лет прожила абсолютно все в этот период. Взрослая жизнь началась с этого периода еще пять лет в этом периоде. А мне период раху понравился. Здравствуйте, у меня период раху начался в 2012. Так, ну, давайте тогда начнем. Это был жесткий опыт Евгения Марс. Давайте. Так и пишите. У меня жесткая крутая история по раху. Нам нужны сенсации, понимаете, чтобы прям все поняли, что это. Но только не говорите с точки зрения негатива только. Мне нужны какие-то осознанные выводы, что вам этот период дал. Так, Евгения Марс. Я набираю вам, пока не подключаетесь. Если не получится, то подключимся к Long Way to Myself. Евгения Марс, к сожалению, не получилось подключиться. Long Way to Myself. Длинный путь к себе. Вы прям так называли Павлу Сатурнянский логин. Длинный путь к себе, да? Да, это я. Надо назвать короткий short way to myself. Но я уже почти пришла, я уже в конце этого пути, я думаю. Привет, очень рада посмотреть. А уже смотрел? Или нет? Да, есть карта Кравченко, Наталья. Кравченко. Наталья, получается 03, 08, 83, в 23.35 Кировоград. Ты рыба, да? Да. У тебя Раху Марс в четвертом доме. У меня Раху Марс в четвертом доме в Близнецах, да. Что же у тебя там такое? Значит, Раху у меня, мне сейчас 37, и к чему я это говорю, что мой Раху был в 2000 году, в 17 лет пришел. В 17 лет он ко мне пришел, и ушел только два года назад. Так вот, если так по фактам кратко говорить, то Раху меня привел полностью от нуля, как бы я была нулем, к исполнению моей самой большой мечты. То есть Раху в четвертом доме я всю жизнь, от самого как бы юности, 17, 18, 19, 20 лет я начала понимать, что я не на своем месте. То есть и как бы всю жизнь я чувствовала, что это вот все, что меня как будто окружает, не мое. Как будто вот меня тянуло куда-то. В основном за границей это было связано. То есть как раз я хотел спросить путешествия. я живу я живу за границей уже. Раху меня привел сюда. А где живешь? В Польше. Раху, кстати, тоже любит новые опыты и новую культуру изучать. Да. Вот если так вот по фактам пройти, то все началось именно за границей. Первая моя любовь там был парень за границей, я с ним познакомилась на море. Такие отношения между странами были. Потом следующий второй парень вторая такая любовь привил ко мне любовь ко Франции. Мы изучали вместе французский язык. И вот как бы у меня такое появилось что я хочу это все увидеть. Мне надо туда. Не могу здесь на месте. Я родилась в такой семье. Но не было много денег чтобы путешествовать. То есть у меня долго еще шла к тому чтобы в принципе выехать за границу где-то. влюбилась в Европу заочно скажем так. И вот потом мы расстались любовь осталась к Европе. И потом у меня начался период такой что я хотела просто уехать из родного города в столицу в Киев например хотела уехать. но у меня появилась такая работа хорошая на которой мне предложили хорошую как бы такую должность от которой я отказалась сперва потому что я не была уверена в себе мне было 25 лет и вообще я хотела уехать то есть первое что я хотела уехать. А вот у меня такой вопрос мне интересны вот эти вот качественные чувственные переходы вот у тебя был Марс с 10 лет до 16 а вот когда Раху в 17 наступил ты что-то такое заметила в себе какое-то изменение такое ну я пошла институт это был первый год института в характере в поведении в желаниях но Марс я не знаю как Марс Марс у меня было именно отличие от того когда тебе было 15-16 и потом тебе стало 17-18 может быть ты почувствовала какую-то неформальность силы я почувствовала больше то есть я как будто вот сделала Раху дал больше сил да у меня было больше сил я появилась больше сил больше интереса еще был страх поначалу но потом у меня бесстрашие исчезло когда мне Раху преподносил такие уроки как то есть он меня плавно привел к переезду в 30 лет за границу то есть он исполнил как бы мои мечты все которые я мечтала он меня он как бы дал мне возможности и уроки чтобы я поняла что-то и дал возможности вот путешествовать я уже начала там 27 а какие жесткие ты говоришь жесткие уроки убрали бесстрашие что это за уроки я вот хотела уезжать с той работы где я мне предлагали должность на которую я потом все-таки согласилась и меня как будто вот пригвоздили гвоздями к месту я очень серьезно попала в травму травму такая колена я вот год просто должна была лечиться на одном месте находиться что для меня было страшно просто находиться на одном месте это какой год был мне было 25-26 25 26 год 8-9 2008-2009-2010 2009 раху меркурий а когда это весной произошло ноябре 2008 а тогда это у нас ноябрь так ну это у нас раху сатурн был сатурн меня так пригвоздил раху сатурн да интересно а потом раху меркурий наступил ага я понял как бы целый год мне пришлось как бы расстаться своими мечтами кстати сатурн в восьмом доме в восьмом доме дает опыт на самом деле более такой духовный но и восьмой дом тоже может быть связан с физическими моментами но это не для того чтобы физически пострадать нет я понимаю уже сейчас тогда это было очень сложно и очень очень непросто но он меня просто как бы эти события как бы остановили для того чтобы я дальше сделала больше шагов вперед к твоей мечте сатурн сделал такую остановку до этого тебя просто несло во все стороны да параху все время несет не сло отношения желания ты не понимала потом сатурн сатурн меня остановил расставил все на места получается да и дальше я четко как бы к цели своей и так все начало в моей жизни получаться что вот все все возможности появились для того чтобы я просто взяла бросила все и в 30 лет переехала а у тебя уже муж есть здесь здесь муж уже есть и как бы официально да официально мы нет мы не расписаны официально еще а вот когда у тебя семья появилась как таковая да как таковая я это оцениваю как 32 года мне было вот а вот это изменение тоже было когда раку закончился в 2018 и наступил Юпитер у тебя как-то ощущение было что тебя подотпустило как-то и ты как-то поспокойнее я хочу сказать да что вот я переехала 30 лет мне было то есть еще 5 лет раху и как будто вот раху сделал мне такую картинку о которой я мечтала действительно я пришла почувствовала что я вот здесь где я хотела быть наконец-то и он как будто последние эти 5 лет отпускал потихоньку то есть просто добавлял мелкие такие кусочки как бы это слайды к общей красивой картине о которой я мечтала и вот он начал отпускать отпускать и чувствую да сейчас у меня Юпитер мой Лагнеша как раз и вот чувствую что я сейчас более наполнена спокойно умиротворена никуда не спешишь нет а как ты думаешь от каких главных иллюзий ты избавилась в период раху вот самые главные может быть твои можно сказать знания которые ты получила в периоды отношений разрывов сложностей в жизни ну может быть я слишком мягкая какая-то может это в отношениях была такая вот более такая какая-то бабочки у меня там летали и вот так вот немножко раху сделал тебя более такой да приземленной как бы более реальной как бы да ничего не ожидали вывел тебя из иллюзии идеальных отношений да да наверное но вместе с тем хочу как бы еще раз сказать браху не избавил меня от иллюзии что я вот где-то должна да в другом месте жить я вот все время находилась в этом состоянии что я должна быть в другом месте где-то и вот он то есть твой ум постоянно метался и думал и вот он укрепил эту веру и как бы привел меня все-таки к этому другому месту вот это интересно это классно вообще вопрос веры на самом деле основной в период раху чаще всего человек постоянно меняет вокруг себя окружение людей пространство потому что его ум в поисках вот этой точки опоры а в раху ее сложно достичь если у человека есть вот эта вера ощущение себя что я везде один имеется ввиду что ни окружение ни другие места меня не поменяют в целом то тогда человек начинает внутренне меняться и тогда в раху происходит трансформация изнутри когда это человек не понимает и он начинает вокруг себя отношения рушить и с работы уходить и в итоге ничего не происходит потому что он боится внутрь копнуть к вере как бы прийти ну к своей собственно вот моя вера меня привела туда где я есть и теперь я в Юпитере более днем полная чаша скажем так я на своем месте нагулялась нагулялась и вернулась домой ну в другой дом уже далеко от своего первого дома ну к себе домой в смысле к себе к себе спасибо спасибо что поделилась будем дальше собирать истории класс пока пока интересно в начале периода пишут развелась через год произошел огромный скачок в духовном росте идет шестой год раху да на самом деле рост внутренний в раху не внешний не настраивайтесь на то что сразу же все вокруг начинает рушиться меняться пространство настраивайтесь на то что это будет внутри вас и это ваш выбор изнутри это менять либо снаружи потому что как бы попадая в хаос во внешний вы сами себя обрекаете на вот как бы на нестабильность в этот период но это не обязательно было все пишут и деградация и развитие мне кажется у меня точно такая же история как под копирку у меня даже день рождения 3 августа я очень почувствовал раху жизнь надо и после разделилась так я не понял у меня когда раху начался я начала себе позволять много идти в разные опыты да это хорошо с началом раху пошла душа в рай гулянки встречи вседозволенность безбашенный период но недолго да у меня раху сатурн сейчас пригвоздил точно сатурн кстати он хорошо так балансирует такие экспрессивные периоды да пригвоздил хорошее уточнение мой период раху ужасно начался дал тысячу уроков и я не сразу с ним сдружилась но когда научилась быть с ним на одной волне начала получать результаты в один день моя жизнь могла разрушиться а на следующий день я начинала выстраивать новую жизнь с чистого листа да обновление по раху просто колоссально быстро происходит когда у мужа начался период раху он первым делом купил самогонный аппарат ну это тоже символично раху приводит к мощной трансформации раху освободил меня от привязки я поняла что я свободна нет никаких ограничений все возможно нет стен и страж пишите кто сейчас готов выйти меня не смотрели в раху была жесть но весело Степану Ванс мне интересны новые люди особенно кого я еще не смотрел стесняюсь вещать в эфире меня раху больше привет ну давай больше ты будешь рассказывать что у меня эхо не уходит ну что могу сказать раху конечно он у меня познакомил и с личностями как я говорю может раханутыми немножко там были смотри раху у тебя в 10 доме в тельце ага да вот ну в плане работы конечно я всегда стремилась к какому-то статусу хотела там занять какой-то пост в госструктурах каких-то там высоких высокий пост но не получалось то есть было много амбиций желаний но не выходило вот а так он у тебя в 16 лет наступил что там было в 16 лет там у меня получается что закончила школу пошла учиться да как бы такого чтобы ну яркого события какого-то я не припомню именно в 16 лет но там единственное что может быть влюблялась влюблялась и был как бы не русский мальчик вот это может быть по Раху Венере на протяжении периода Раху там да как бы у нас получается много шли знакомств именно с нерусскими почему-то людьми вот потом Раху Венеры у меня получается уже была свадьба то есть чему меня научил Раху да это наверное не привязываться потому что были такие какие-то привязки в отношениях со всеми хотела там замуж семью детей и что-то тоже не складывалось и когда вот я отпустила сама уже отношения тогда у меня уже как бы вот этот человек стал моим мужем то есть я его отпустила в этот же вечер он ко мне вернулся и вот у нас получается в июле 2010 свадьба была так здорово ну а ты как считаешь что за опыт именно Раху тебе принес ну наверное с приходом Юпитера я уже не стала так вот активно хотеть занять какую-то высокую должность высокий пост и наверное вот по отношениям все-таки Раху у меня в этот период вот больше по отношениям бил с близкими с подружками какие-то были такие уроки неприятные ситуации вот и тоже научилась не привязываться к отношению то есть свобода появилась да слушай спасибо 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 что поделилась не за что пока пока идем дальше спасибо так нажмешь на крестик знакомому Раху в 10 доме как только начался период решил кардинально сменить профессию уехал работать за границу и остался там жить привет привет как слышно слышно меня хорошо да а есть у меня в карте ну я имею ввиду твоя карта первый раз клево не знаю наверное первый раз как зовут Олеся Олеся а фамилия Валых ага когда ты родилась 23.02.79 город Талды Курган Талды Талды Курган Казахстан что мне кажется у тебя хороший должен быть Сатурн так мощный в тебе чувствуется ты так это сдержанно чувствую история должна быть такой жесткой история да жесткая когда ты родилась 23.02.79 и сейчас проверим где у тебя Сатурн он как-то может с первым связан а не а он у тебя подожди-ка Талды Курган Талды Курган да Казахстан да 23.02.79 год в 23.02 вечера а нет в 11.00 я утра утра да вот а то я смотрю что-то вообще другая карта так у тебя получается ох да у тебя получается этот стрессовый менеджер Сатурн Раху в четвертом доме семьи Сатурн он у тебя получается управляет ну да он у тебя в девятый дом выходит делает Раджа-йогу то есть это единственная планета которая создает здесь такое соединение Раджа-йога это когда усиление идет мощности у планеты и он выходит как раз в десятый дом и контролирует всю вот эту группу планет солнца меркурия марскету и он же контролирует Раху и вступает в противоборство с солнцем в четвертом слушай ну Сатурн у тебя очень влиятельный он тут половина карты занял своим влиянием да расскажи у тебя получается Раху мне что нужно мне нужно чтобы вы рассказали про сам переход в Раху и какие у вас происходили вещи то есть получается 2009 год в 30 лет он наступил что-то ты почувствовала я почувствовала это я сейчас понимаю что прям конкретный был переход потому что до 2009 года я там у меня Марс я работала бизнес в 2008 году с парнем открыли свое агентство а в 2009 мы расстались агентство просто закончило свое существование и понесло в разные стороны это прям вот четкая граница была когда Раху начался я что только не пробовала куда я только не хотела идти работать ну то есть вообще носила так что просто я никогда не любила работать ну на дядю как говорится зарабатывала комиссионными тут я пошла на зарплату работать то есть вообще просто не так как я всегда хотела чего я хотела просто разделилась жизнь на до и после вот Марс и Раху четкая полоса прям была ну я вообще замечал что в Раху люди получают какой-то такой опыт как будто это не из их жизни их как будто выносят в другую жизнь может быть чтобы они свою оценили как-то по-другому да ну самый жестяк начался у меня в прошлом году в 2020 когда под период Кету начался Раху Кету ну да это добро пожаловать это я называю таким ударом молнии Раху во вне идет Кету внутрь и человека вот так вот одергивает ага еще и сады сати ну то есть я просто ощущение что я опустилась на какое-то такое днище прям вот прям меня как будто макнули в грязь головой и все и жизнь кончилась я думаю что же дальше это будет ну что происходит не могла понять я всегда стремилась там к лучшему чему-то все вот я верю у меня в принципе все и получалось хорошо но вот вот сентябрь это был просто такой пик можно сказать вот этих вот этих а это связано с отношениями или с профессией с работой с профессией с работой с образовались какие-то жуткие долги пришлось продать машину ну в общем много чего произошло у меня сентябрь длился как наверное год целый ну у тебя видишь Раху в четвертом доме он не всегда связан с семьей он связан в принципе с организациями когда ты где-то внутри ну еще дом недвижимости а я работала в недвижимости всю жизнь работала что ты переехать не надумала я переехала в 21 год сама в другую страну ну то есть из Казахстана смотри-ка тоже как у другой девушки Раху в четвертом переезд в другую страну ведь уже статистика нет я до Раху переехала я переехала в 2001 году у меня тогда был период Луны ага а у тебя была Луна но я к тому что у кого Раху в четвертом они часто покидают Родину ну по классике это происходит в период Раху но может быть и раньше просто само положение Раху говорит об этом так да переехала ну и как ты думаешь какая основная иллюзия у тебя была которые ты прожила в этот период что ты осознала для себя ну осознала наверное больше в этом году уже ну то есть в прошлом году я начала мне построили первую мою натальную карту и так как у меня там везде Луна Венера Юпитер то есть и вообще я поступила в свое время на психологию я поняла что я хочу ну вот где-то год назад я поняла что я хочу продолжать обучение в психологии развиваться в консультировании и дальше кстати для Раху идеально так как у тебя стрессовый менеджер Сатурн Раху кризис менеджер ты можешь другим помогать как раз решать их конфликты ну да и вот в период когда Кету начался точно только под период мне построили мою первую натальную карту и я поняла что это вообще наверное моя кармическая задача и пришла в астрологию и только сейчас меня немножко вот отпускает потому что я понимаю что происходило какие-то периоды были в жизни и что с этим дальше делать вот я сейчас это поняла то есть я как бы прихожу к осознанию того что на какой путь мне нужно встать здорово такие были серьезные уроки но но я теперь знаю чем мне заниматься дальше в жизни ну здорово потому что в Раху человеку как никогда нужен навигатор хоть какая-то конкретика и когда человек приходит к астрологии к психологии то естественно период тоже легче проживается потому что Раху дает такую очень сильную интуицию и когда человек начинает эзотерикой заниматься а Раху он же такой мистический то у него жизнь она такая понятная становится хоть он и то есть мы получается добавляем в этот период мистики но с точки зрения науки начинаем жизнь просмотреть через призму астрологии нумерологии психологии и вдруг становится все на свои места я тоже замечал что это помогает да то есть по сути у нас есть два выбора либо мы сами идем навстречу к этому изучаем либо Раху проводит нас через все эти опыты пока мы не поймем пока у нас интуиция не разовьется но это блин неприятно очень очень жесткий период и он еще будет длиться до 27 года но я уже знаю как с этим дальше жить ну здорово здорово потому что его нужно полюбить не ждать когда он закончится когда человек начинает любить этот период ощущать что в этот период возможно все любой переезд любые отношения Раху это же планета желаний все желания могут сбыться можно очень здорово разбогатеть можно наоборот потерять деньги то ты на кураже находишься ты как будто бы как волну поймать Раху это ураган то есть такая цунами и тебе нужно на серф встать и эту волну и люди в Раху кстати становятся жутко знаменитыми и богатыми именно в эти периоды надо действовать значит я уже учусь у вас и собираюсь дальше все-таки на психологию поступать а вы индивидуально проходите обучение у меня базовый курс базовый курс или с обучением а геткурс сами видео просматриваете с куратором с куратором то есть с помощью с технической поддержкой ну да у нас несколько вариантов есть то есть когда сам проходишь когда с куратором немножко быстрее происходит ну круто я рад за вас видите это практическое решение оно вам поможет действительно разобраться вот там если заинтересуетесь можете уже двигаться в сторону прогноза периодов прогнозирования ректификации когда углубляешься уже полностью понимаешь как это проживать вот спасибо спасибо что поделились кайф до свидания да благодарю да можете на крестик нажать то у меня что-то не нажимает ну да тут где ага спасибо так Сиара Закирова давайте с вами привет привет так по-моему не общались нет мы не общались я первый раз прикольно сегодня прям в период раху сплошные новички все новое очень здорово а я помню у меня вот был под период раху я уже как бы в этот период готов к изменениям и у меня было такое что у меня прям под период наступил у меня впервые машину увезли на эвакуаторе и я вообще не люблю эвакуаторщиков в целом у меня очень сильная агрессия вообще к этой науки ну как обычно я встал причем нормально это было где-то в 6-7 метрах от пешеходного перехода но они именно с этой улицы загребают всех ну вот я получается приехал туда так я и не понял что за там нарушение вот как обычно сбор средств но я такой подумал ну раз я этот опыт получил я же должен как-то чему-то научиться думаю что я так просто деньги буду платить тем более раху он что-то должен мне дать и у меня такая идея возникла я полицейским говорю слушайте ну раз уж так сложилось может тогда вы мне экскурс проведете ну как бы у меня вообще в первый раз машину забирают я знаю правила мне надо понять где у вас забирают здесь машины я говорю и все и я буду знать он говорит ну вот слушай вот есть Черноморская есть вот курортный проспект все что по окраинам можешь хоть в кустах парковаться если ты встаешь на одну из этих улиц хоть какой там знак не знак не важно даже если ты по правилам встал тебя заберут потому что это основная улица нам похеру я такой а я не знал говорю ну вот говорю у нас вот как раз консультация стоит 3,5 тысячи рублей вот я короче заплатил я такой о спасибо все у меня агрессия прошла то есть если бы я не разобрался я бы начал дальше у меня бы по раху страх возник что я паркуюсь не там что делать тут опыт получил информацию получил все страх ушел потому что у меня реально все время был страх что меня эвакуируют ты серьезно у тебя ощущение что сейчас сейчас оттенешь а что будет а мне это очень раздражало а скажи как тебя зовут меня зовут Регина Регина да а фамилия Закирова Закирова певица у нас же есть такая да у нас очень много кандарских певцов с такими фамилиями городка Казань да не вот это рокерша по-моему Закирова она нет да да Наргиз Наргиз да да когда ты родилась 2310 ориентировочно может 2310 2315 ну вот так примерно не а дата 17 октября 1989 год 17 10 1989 ага так клево сейчас набираю и что-то сейчас найдет так получается что ты рак да да я рак как и я рачок значит у тебя раху наступил в 14 лет в 2004 году все верно ну и что у тебя а там было у тебя раху получается стоит в 8 доме в водолее прям как у меня слушай я как будто как знал я сейчас получается про себя рассказывал у меня раху в водолее в 8 доме здорово прикольно так я начну с того что раху у меня первый раху начался очень жестко у меня была очень сложная операция по женским органам да и я отходила от нее очень ну как бы тяжело и там был вопрос даже с онкологией да но вроде бы это все благополучно разрешилось вот потом это вот период да начало раху да от меня кстати отвернулись все друзья когда я заболела да они почему-то неадекватно реагировали на мою болезнь то есть в момент когда мне было плохо ни один друг не оказал мне никакой ни моральной ни физической поддержки даже какие-то были издевки вот это было в 15 лет это в 14 лет когда вот только вот рах у меня начался это была ну весна зима ну как конец зимы начало весны да шесть вот я была в школе вообще двоечницей неудачницей ну вообще ужасно училась да но я так поняла что вот вообще раху он учит братья на себя как бы больше работы работать больше то есть если ты вкладываешься на тысячи процентов ты получаешь очень много допустим ситуация я начала учиться я начала учиться очень усердно я закончила техникум с отличием я окончила институт с красным дипломом да то есть я но я училась 24 на 7 я была старостой я взяла на себя там всю ответственность я людям помогала да чтобы у них обучение тоже складывалось вот я параллельно еще и работала то есть я выкладывалась на тысячу там процентов вот пример допустим желание у меня очень веселая история такая да желание когда у меня у меня был первый когда вообще не было денег даже денег то есть на еду я шла по улице была такая промозглая такая вот осенняя погода был такой ветер в лицо ветер такой очень сильный был я шла уже там ревела я плакала у меня не было денег вообще не было денег да и я думала господи дай мне какой-то там шанс заработать либо дай мне денег дай мне ресурс чтобы у меня были деньги и вы представляете что ко мне через 5 минут прилетело тысяча рублей к моим ногам тысяча рублей вот это раху но это раху усиливает наше подсознание наши вот эти мистические да способности тоже вот я была очень сильно удивлена вот да я конечно деньги потратила ну разумно все вот насчет машин насчет машин я попадала в нелепые аварии мой бедный дорогой бампер уже был подвержен трем авариям но я их ну то есть я никогда не чинила свой бампер вот первая моя авария я была виновата в этой аварии я задела бампер но потом я решила не чинить вот и в итоге я отбила три стоимости моего бампера то есть за два года неплохой результат да это практично а из-за чего как ты думаешь аварии ты что-то о чем-то задумываешься у тебя просто луна с Венерой такая мечтательная ну вот я как раз двигалась на встречу с своим мужчиной своей судьбе была невнимательна так сказать торопилась да очень сильно торопилась да и вот так получилось и даже последняя моя авария ну она такая была незначительная участник скрылся с места ДТП там был целый квест я ее вообще грубо говоря я в кустах там сидела да и в итоге пришел тот момент ну мне нужно было ее найти она скрылась вместо происшествия и говорила что я не виновата да ты типа сама это не я ну как бы ты сама виновата вот в итоге я ее нашла эту девушку да которая мне стукнула машину да нашла тоже таким ну как бы чудесным удачным образом вот чисто случайно захотела там сходить в магазинку купить себе там бутылочку сока да и тут смотрю стоит эта машина да мне нужно было сделать фотографию я быстренько делаю фотографию отправляю там в ГИБДД и они ее как бы ну уже привлекают к ответственности вот в период раху у меня был были очень тяжелые отношения с мужчиной да закончились очень тяжело но как бы когда они закончились я как бы встретила свои кармические отношения да не знаю конечно чем они кончатся но вот моя личная жизнь кончатся периодом Юпитера 22 год не ну Юпитер как бы это хорошее время может быть перейдут на новое качество в целом вот и то есть у меня допустим даже вот по карьере да если я вкладывалась в работу очень много дала ну как бы результаты было вообще сногсшибательным да я могла допустим потерять работу из-за каких-то там мелочных пустяков а потом ну как бы проходит ну небольшое время я получала какое-то предложение о новой работе но я при этом всегда работала всегда вкладывалась и получала ну как бы свои результаты и кстати по поводу алкогольной зависимости то есть у меня в личных отношениях почему вот как бы мы еще и расстались у меня была претензия да к моему молодому человеку что он употребляет алкоголь вот и потом незаметно сама втянулась вот то есть зависимость ну а я бы не сказала чтобы она прям там страшная какая-то да была но я потом проанализировала и как бы замечала за собой вот такое что у меня уже начинается алкогольная зависимость то есть употребление алкоголя практически каждый день и в таких нормальных количествах но потом избавилась конечно от нее вот ну интересно интересно потому что период раху может приносить как истории с нашей жизнью так и вовлекать нас в ситуации извне и там мы уже поймем в иллюзии в этой участвовать или нет как будто мы сцены проживаем ну да ну вот у меня даже были ситуации какие-то конфликты я с какими-то непонятными людьми связывалась да потом эти ситуации как бы мне на руку то есть были я наоборот получала что-то сначала я получала по башке а потом я получала результат так сказать раху он еще усиливает наши желания и стремления и когда человек сильно чего-то хочет то он может легко попасть на манипуляторов которые этим воспользуются потому что в раху нас обостряются желания и мы притягиваем вот такие ситуации слушай спасибо круто это было интересно это реально круто я же парила что будет интересно да правда было интересно еще раху как у меня водолей ну я кстати у меня профессия связана тоже ну у меня управление персоналом то есть я не астролог не психолог но тоже связана с людьми с изучением солнца да то есть я помогаю людям и вообще занимаюсь там волонтерской деятельностью да ну по возможностям когда у меня есть астрология меня тоже привлекает то есть я уже освоила нумерологию мне это вообще очень легко дается ну я как бы уже со временем то есть у меня уже есть наработанный опыт поэтому мне очень дается все ну как бы легко работать с людьми круто слушай спасибо кайф был раз с тобой познакомиться спасибо тебе пока-пока пока спасибо кайф ну отлично классно мне кажется интересно получилось сегодня и у нас следующий период будет юпитера раху получается длится 18 лет и как бы смену событий делает очень такую интересную необычную поэтому если вы видите что у вас какие-то подпериоды раху сразу наблюдайте что в них происходит чтобы подготовиться к большому периоду ну а перед большим периодом просто нужно хорошенько проверить всех кто вас окружает в бизнесе какие планы вы строите на кого ставку делаете и нужно просто общую такую чистку сделать в плане еды бизнеса отношений сходить анализы сдать проверить здоровье чтобы там ничего не вылезло потому что действовать прям вот день в день когда он наступил тоже не вариант лучше за годик подготовиться тогда и период легко пройдет и вы мягко в него войдете потому что на стыках они не очень приятные вот поэтому изучайте периоды изучайте прогнозирование и астрология она уже будет на другом уровне в вашей жизни потому что астрология это есть прогноз это синоним прогноза вот и у нас в школе мы как раз занимаемся ректификацией и прогнозированием и то есть если вы базу прошли то вам уже не сложно это будет поэтому если кому интересно пишите в директ если кто хочет развиваться глубже и кто интересуется своей жизнью с точки зрения периодов да спасибо в следующий раз у нас юпитер до воскресенья и поговорим об этом очень шикарном интересном периоде да всем до встречи субтитры субтитры субтитры